Здравствуйте, мои дорогие зрители! Японские шоу опять выходят на новый уровень! Пробивают потолок! Здесь нужно разбудить девушек в пижамках! Какая проснётся милее всех, та и побеждает! Судить их будут два каких-то извращенца! Своеобразное испытание на гейшу! Хотя непонятно, кто ещё здесь гейша! Ну что, дорогая, встаёшь? Да, борща так хочется! Со сметанкой тебе сделать? Какая богатая культура! Блин, даже снотворное не помогает от этих двоих моронов! Девушке приснился кошмар, что до неё докопались два трансвестита! Помогите! Ей надо сладкого успокоиться! Ну хоть без синтакли на этот раз! Япония продолжает свои беспощадные пранки! Если это пранк, конечно, а не просто чихнул Гонсилла! У Сипонии сразу не очевидно! Может, это прикол? А может, они и так ловят гигантских фукусимных мух? У молодого человека вопросы! Слушай, у меня макияж не потёк! Тут ещё второй молодой человек! Видно, что давно хочет склеить девушку! Размышляет, может, и этот сойдёт! Похоже, что настоящий пранк ещё впереди! Так, на третьей дорожке! Человек-шар! Неужели Япония решилась-таки рассекретить свои разработки со Второй мировой? Дяденьки справа весело не может усидеть на месте! Он на стиле! Даже у его опухоли отдельная шапочка! Надпись рядом с ним, что у него болит живот! Видимо, потухшие суши роллы по акции дошли до Японии! Так, начинается испытание новой военной формы! Она работает! Шея удлиняется! Солдат дальше видит! Вот ведущие смеялись! А наконец-то сделали, что при беге трясётся только один шар, а не оба! Японская государственная программа Торэ! Если ты неправильно ответишь на вопрос, то тебя мумифицируют! Правительство Японии решилось на такой отчаянный шаг, Когда они поняли, что девушек у них много, а островов мало! Тем более многие переходят на 2D-тянок! Здесь нужно было вспомнить семерых персонажей из манги Сазаэ-сан! И она забыла одного из них! Да, у неё будет время подумать в саркофаге! Правда, немного! Из таких девушек потом делают чай пирамидками! Хо-хо-хо, каламбур! В жвоне! В кубе с хищниками! Видимо, накупили гектаров в российской тайге! И теперь рекламируют там недвижимость! Но, видимо, квадратные метры-то дорого! А вот кубические метры! На свежем воздухе! Если богатый, так бери 2 куба! Дом с пристройкой? А можно даже и 2 этажа? Так, подождите, девушки! Много! Девушки согласные! Девушки с палкой во рту! Одновременно дуют, как и создатель японских шоу! Одна готова! Другая стесняется! Но под саке она решается! Господи, дорогие зрители! Тут такой калейдоскоп японской жести! Я ведь так и пякнуться могу, а? Сверчок! Окажется у одной из них во рту! Ну это понятно, они на телевидении! А что в игре? Школьникам уже не обязательно таскать на себе каждый день тяжелые учебники! Ведь любую книгу можно найти в электронном формате! А в сам ридер Покетбук можно скачать 30 тысяч электронных книг! Почему Покетбуки, а не смартфоны? Потому что долго читать со смартфона вредно для зрения! Ну а ридер Покетбук? Специальное устройство для комфортного и безопасного чтения электронных книг! Экран Покетбуков не мерцает! Глаза не устают! Даже если читать часами напролет! Подсветка смартфона бьет вам в глаза! Ослепляет! Раздражает! А экран ридеров Покетбуков подсвечивается сбоку! Вы видите текст в отраженном свете! Как будто подсвечиваете бумажную книгу лампой! С Покетбуков комфортно читать даже на улице! Потому что экран ридеров Покетбуков не бликует на ярком солнце! А смартфон днем на улице превращается в зеркало! Еще Покетбуки работают без розетки 2 месяца! Это не смартфон, который нужно заряжать каждый вечер! Подрезок цветным Покетбуком! С таких ридеров гораздо интереснее разглядывать картинки, диаграммы и другие цветные элементы! А чтобы не пришлось все эти элементы увеличивать и двигать по экрану! Выбирайте модель с большим экраном! На рынке пока что есть только один такой ридер! Покетбук 740 Color! Это первый в мире Покетбук с большим цветным экраном! С такого экрана удобно читать любую, особенно иллюстрированную литературу! Всем учащимся их родителям однозначно рекомендую Ридеры Покетбуки! Лучший подарок для здорового чтения! Ссылку на официальный сайт Покетбук я оставил в описании! И там же код на скидку в 5%! Внимание! До этого была какая-то жесть и где-то даже трэш! Но там хотя бы что-то придумывали! Здесь же япона мать продолжает удивлять! Полный зал людей пришли посмотреть! Как звезды сидят на стульях! И все! Больше ничего не будет! Какой стул они выбрали? С наточенными пиками? Или с продюсерскими диками? Шоу крайне интересное! Мне, кстати, любопытно, дорогие зрители, когда вы видите, вот это на большой сцене происходит! Сравниваете ли вы с нашей российской эстрадой? Или она уже совсем не актуальна, чтобы даже и думать о ней? Все артисты сели по креативненькому! У этого ипотека оставь его! Дяденька в смирительной рубашке сел повыше! Ну, наверное, чтобы дальше видеть санитаров! Тут передает слово в нижний отдел! Видимо, японский рэпер! Молодой человек делает вид, что он за рулем! Да! Он поехал! Полосатый чуть не плачет от восторга! Это самое близкое к отношениям с девушкой, что у него было! У него сидят на шее! Правда, сидит он сам! Ну что же, крайне любопытно! Сейчас огласят результаты, какая команда победила! Ноль очков у обеих! Но зато они теперь знают, как сидеть! Если что-то не так скажут про императора Японии! Внимание! У Японии появился новый остров! Вулкан Минамийото! Начал свое извержение 13 августа! Но не обычное, а подводное извержение! И смотрите, пемза всплывает! Пенза? Я был там! Пемза! Пористое вулканическое стекло! Новый остров назвали Ниидзима! Погодите, похоже на Кодзима! Что переводится как Новый остров! А Кодзима значит... Подождите, как переводится Кодзима? Маленький остров! Блин, интересно, а Бим знал? Бим-Бим, ты знал? Чем не знает всякая гава... То есть получается у Японии новый остров, да? Так, пемза здесь-здесь... Блин, они уже близко к нам! Ниидзима легко запомнить! Большой остров! Не то, что этот ваш Кодзима! Вот этот вулкан! Минамийото! Довольно далеко! Но это новый маленький островок Google пока не заснял! А это что? Это, наверное, Ктуллу с Годзиллой вейпят! Или что у них там? Ну, Япония расширяется хорошо! Далеко! Да подождите, насчет вулканов! В Исландии пожарили яичницу и бекон! Прям на лаве? Вот была лава! Мужчина рассказывает, как пожар яичницу! Рядом с нами человек, который одолжил под это все дело свою сковородку! Да блядина, да блядина, попросила у меня сковороду и положила ее на лаву! А сверху упала еще лавы! Ну, а как мы ее достанем? Он ее проебал! Хе-хе-хе! Да, пусть еще одну купит! Бекон повредился! Сесть его было нельзя! Япония официально попросила правительство Китая прекратить использовать анальные мазки на японцах! Прекратите! В Китае тестируют на коронавирус анальными мазками! Вставляют от 3 до 5 сантиметров! И проворачивают несколько раз! Занимает около 10 секунд! Представитель Японии заявил, что это великая психологическая боль! Пекин ответил, что это все было по ошибке! Да, по ошибке! По ошибке! Но некоторые эксперты говорят, что такой метод более точен! Загуглим! Может, у нас так можно сделать? А вот и правда можно! Но пока только в Саратове и Энгельсе! Прямо не выходя из дома! Уже бегу! Японская принцесса отказалась от 1,3 миллиона долларов! Подождите, ну нужно понимать размер! Принцесса Мака! 29 лет! Типа она так сильно любит Мак, что она его принцесса! Принцесса Мака! И она отказалась от этих денег, чтобы жениться на Камоноре! Какой такой Камонор! Просто людин! Ой, да фу! Вот он, Кей Каморо! Тоже 29 лет! Если она хочет выйти за него замуж, ей придется отказаться от королевского титула! Вот он! Ну, с такими баками, конечно! Не с такими баками, конечно! Понятно все! Признак мужика! Альфача! Но при этом ей все равно должны выплатить 150 миллионов йен! Для того, чтобы она сохранила дигнити! Дигнити! Достоинство! А мы так, значит, достоинство! Без этих денег вот сохранить так просто не можем! Ну, из-за финансовых осложнений! Принцесса не возьмет эту сумму! Просто потому, что она не хочет ждать! А я тоже вот иногда сумерски получаю! Если не хочешь ждать, то сохрани достоинство сейчас! С небольшой процентной ставкой! Принцесса Мака сказала! Мы незаменимы друг для друга! Мы опираемся друг на друга! И в счастье, и в несчастье! Сложно, правда, сказать, как у нас в будущем пойдет! Ну, 29 лет ему, да? Деньги бы ему пригодились, я думаю! Жить они будут в Америке! Дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилось это видео про Японию! И что стало как-то повеселее! Арикато! Желаю вам здоровья, добра, любви! Эй, биграто! И просветания! Спасибо за внимание! До свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!